Новости продолжают эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Штормовое предупреждение объявили сразу в семи областях страны. В ближайшие дни весь западный Казахстан накроет туман, метель и гололед. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Аналогичная погода будет и на востоке. Осторожнее следует быть жителям Казалардинской области. На трассах будет очень скользко. В остальных регионах на юге осадки и потепление, что может привести к подъему уровня воды в реках, предупреждают синоптики. Девять человек стали жертвами пожаров в Алматинской области. Это данные с начала года. Возгорания чаще всего возникают на дачах. В чем причина? Решили разобраться сотрудники службы ЧАЭС. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. Дачные массивы одни из самых густонаселенных в пригородах области. Отсюда и начинается каждый рейд сотрудников службы ЧАЭС. Здесь отапливают дома печами на твердом топливе или используют электроприборы. К примеру, в этом доме не позаботились о состоянии электропроводки. А это чревато плачевными последствиями, говорят специалисты. Старая проводка как мина замедленного действия. Не знаешь, когда она загорится. Но в основном плавится в местах соединения. Я установил безопасные соединительные устройства для проводов. Теперь они выдержат нагрузку и не будут гореть. Обо всем этом должен позаботиться хозяин дома. Мы квартиросъемщики. Мы же не знаем, в каком состоянии электропроводка в этом доме. Теперь свяжемся с домовладельцем и предупредим его. Ну а здесь эксплуатируют печь с нарушениями всех правил пожарной безопасности. По словам специалистов, если хозяин дома ее не заменит, беды не миновать. И таких огрех с начала отопительного сезона сотрудники службы ЧАЭС выявили немало. В 15 тысячах были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, которые 12 тысяч были устранены на месте. Данные профработы проводятся у нас ежедневно. В январе в Алматинской области произошло 90 пожаров. Это вдвое больше, чем за аналогичный период минувшего года. Приводят печальную статистику специалисты. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар-24, Алматинская область. В аргентинской провинции Рио-Негро продолжается тушение лесного пожара, начавшегося неделю назад. По последним данным, в огне погиб один человек. Еще несколько десятков жителей эвакуировали. Пламенем охвачено около 10 тысяч гектаров зеленых насаждений. Справиться со стихией пытаются полторы сотни спасателей. Осложняют ситуацию сильный ветер и труднодоступность очагов. В основном они расположены в горах. Карантин обязателен. Такое требование ввели в Великобританию для пассажиров, прибывающих из стран с повышенным риском завоза новых штаммов ковида. Иностранцы должны провести в изоляции 10 суток. При этом здания гостиницы будут под круглосуточной охраной. Все расходы за вынужденный карантин возьмут на себя сами постояльцы. Помимо прочего, им также придется платить за питание в своих номерах. Ограничение начнет действовать с 15 февраля. Ранее в Соединенном Королевстве обнаружили новую мутацию британского штамма коронавируса. По мнению специалистов, он способен обходить иммунный ответ и снижать эффективность некоторых существующих вакцин. Нам нужно время подготовиться, поэтому мы дали работникам гостиничной индустрии замечания, чтобы они начали готовиться, обучать персонал и обрабатывать номера. Бюджеты немецких городов продолжают пополняться за счет нарушителей карантинных мер. Регионы читались о миллионных поступлениях. Где собрали больше всего и куда пойдут эти деньги, расскажет Шелпанна Манбаева. Чтобы заставить соблюдать правила, даже заядлых нарушителей в Германии разработали целую систему штрафов. Шкала варьируется от 50 до 10 тысяч евро. Самый маленький полсотни евро грозит за отсутствие маски на улице, а в автобусе и метро за это же правонарушение уже выпишут 250 евро. Бизнесменам игнорирование предписаний обходится куда дороже. Допустим, если владелец парка аттракционов решит открыться вопреки запрету, то его штрафуют на 10 тысяч евро. А самое серьезное наказание, к примеру, за намеренное заражение окружающих, можно получить несколько лет тюрьмы. Помимо денежных штрафов и ограничения свободы, в Германии есть и запреты. С недавних пор в страну не пускают граждан Бразилии, ЮАР, Португалии, Великобритании и Ирландии. Полиция следит за соблюдением закона о запрете на въезд из стран, в которых выявлена мутация. Речь идет о гражданах пяти стран. Мы мониторим, чтобы пассажиры с этих государств не прилетали в Германию. Исключения существуют только для немцев и тех, кто проживает на территории ФРГ. Мы проверяем наличие отрицательного теста. Он должен быть не менее чем за 48 часов и регистрацию на въезд в Германию. Но чаще всего жители Германии штрафуют за несоблюдение масочного режима и дистанции. С начала пандемии только в одном городе Гамбург собрали полтора миллиона евро, а казна Мюнхена пополнилась на 1 миллион 800 тысяч евро. Каждый случай тщательно проверяется. Как пишут СМИ, их так много, что суды не успевают обрабатывать штрафы. Тем временем, больше всего нарушителей, похоже, проживают в Штутгарте. Мегаполис отчитался о поступлении почти 2 миллионов евро. И последнюю строчку в антирейтинге занимает Эссен. Там горожане настолько законопослушные, что полиция собрала всего лишь 10 тысяч евро. Все деньги, поступившие в казну, власти хотят направить на инфраструктурные проекты. А в Бонни предложили часть средств отдать артистам и музыкантам, которые из-за пандемии остались без работы. Немцы продолжают жить в условиях жесткого локдауна. Но, как прогнозируют эксперты, даже после снятия карантина дистанция и необходимость носить маски останется. Эти правила должны будут соблюдать все, включая вакцинированных. Шулпан Айманбаева, Милослав Луриновский, Хабар, 24, Германия. Заведения в Нур-Султане продолжают работать в запрещенные часы. Этой ночью в столице сотрудники мониторинговой группы выявили около 15 городских субъектов предпринимательства, нарушивших карантин. Среди них и игровой клуб, караоке, рестораны, бары, некоторые объекты общепита. В отношении всех нарушителей возбудили административные дела, им выписаны штрафы. Напомню, согласно постановлению главного санитарного врача города, к полуночи двери всех заведений должны быть закрыты. Из желтой в зеленую зону по темпам распространения коронавируса сегодня перешла Карагандинская область. С понедельника в регионе ослабят карантин. Кафе и рестораны смогут работать до полуночи. Снимаются ограничения для торговых центров в будни. Разрешены краткосрочные свидания с отбывающими наказания в закрытых учреждениях. Однако под запретом остается работа крупных магазинов и курсирование международных автобусов в выходные. Загребится ли регион в зеленой зоне, станет понятно по истечению двух недель, пояснили врачи, которые следят за эпид-обстановкой. Тем временем медики продолжают получать защиту от коронавируса. Первый этап иммунизации российской вакциной «Спутник ВИО» уже прошли около 600 сотрудников инфекционных госпиталей, реанимационных отделений и станций скорой помощи Карагандинской области. О том, как чувствуют себя врачи после прививки, они рассказали нашему корреспонденту в регионе Марине Золотаревой. Врач-инфекционист Александра Карпекина получила прививку от COVID-19 в первых рядах. Коронавирусом она заразилась прошлым летом, когда несла вакту в карантинных госпиталях. Поэтому через полгода после выздоровления решилась на вакцинацию. После вакцинации было такое состояние небольшого ощущения жара. Но в принципе, да, на ощущение где-то через час-полтора уже абсолютно прошло самостоятельно, без приема каких-либо лекарственных препаратов. И по сей день я чувствую себя отлично, работоспособность при этом сохраняется хорошая. В этом центре первый этап иммунизации прошли больше 300 человек. После инъекции три дня длится поствакцинальный контроль. За состоянием пациентов наблюдают участковый терапевт. По словам специалистов, ожидаемые реакции организма на вакцину проявились у нескольких человек. Прикреплено к нам 46 человек. Вот из этих 46 человек, но у троих в первый день отмечалось повышение температуры до 37,5 вот в этом диапазоне. Были небольшие проявления в виде головной боли, какое-то ощущение слабости. На второй день все это уже прошло. Напомню, в Карагандинскую область завезли 1750 доз российской вакцины. После будет использоваться спутник ВИК карагандинского производства. В регионе работают 115 прививочных кабинетов. На первом этапе иммунизацию пройдут 9 тысяч медиков региона. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Караганда, Хабар 24. Сеть социальных мини-маркетов заработала в Уральске. Свою продукцию по сниженным ценам там предлагают местные товаропроизводители. Это одна из мер по стабилизации цен на продукты питания. Что подорожало и на какие товары нельзя сдержать. Рост цен расскажет Бутакос Базарбаева. Подсолнечное масло, картофель, яйца и сахар подорожали за последний месяц в Уральске. Кроме того, выросли цены на мясо, молочную продукцию, кондитерские изделия. Цены растут. Не успеешь немножечко, чтобы получить прибавку, а там уже цены. Все дорого. Когда конфеты стоили наравне с фаршем по цене. И товарок, и сметана, все дорого. Когда начался карантин, да, вот в апреле, вот это же самое мы покупали 13-15 тысяч, сейчас 25. Ну мы вот берем на 10 дней нам. Но на импортные товары цены диктует спрос. Сдерживать цену будут на хлеб и муку, макароны и крупы. К примеру, за счет льготных кредитов местным производителям. Для торговых сетей и товаропроизводителей предоставляются льготные займы беспроцентные. На условиях того, что они часть своей продукции реализуют на местный рынок по стабильной цене определенный объем и по определенной фиксированной цене. Чтобы избежать наценок, социальные мини-маркеты отдали в аренду фермерским хозяйствам. Вместе с продукцией по сниженным ценам последние продают и свою. К примеру, мясо или овощи. Собственно, что удивило. Так-то в смысле, можно было бы ассортимент побольше сделать. А так все нормально. Песок, допустим, 279 в магазине. Здесь 260. Хорошо, что такие есть в магазинах. Пусть расширяется, пусть больше их будет. Мука высшего сорта у нас тоже уходит на расхват. Я вот за три дня 50 килограммов я уже продаю. Знаете, за счет того, что мы помогаем людям, у нас собственный товар тоже хорошо уходит. У нас свое хозяйство, мясо у нас всегда хорошо уходит. Пока в таких киосках 8 наименований продуктов из списка социально значимых. Цены на 10-15% ниже рыночных. Первая задача на социально значимые продовольственные товары – это сдерживать цену. Второе, мы договариваемся на сегодняшний день с товаропроизводителями нашей области, чтобы наши компании продавали без наценок, без добавки. Для примера могу сказать, на сегодняшний день яйца марки «Ц1» в данных социальных магазинах продается по 300 тенге. Это самая низкая цена по городу. Пока в городе поставили 10 мини-маркетов, 5 откроются на днях. Еще 20 заработают до конца года. В них будут продаваться и запасы из стабилизационного фонда. Сейчас на складах фонда больше тысячи тонн продуктов. Курортный отель в Монгосталской области будут строить в четырех километрах от знаменитых клыков уроча Булжарам. Проект намерены реализовать за пределами природного заказника Жабай-Ушкан. Об этом рассказали авторы идеи на общественных слушаниях, прошедших в Парокеанском районе. Такое решение было принято, исходя из обращения экоактивистов и местных жителей, выступавших против возведения отеля на территории памятника природы. Они опасаются, что неорганизованные туристические маршруты навредят экосистеме урочища. Отмечу инвестпроект. Стоимостью в 38 миллиардов сенье будет включать в себя визит-центр, полную инфраструктуру для туристов и ремонт 46 километров автодороги Синека-Кудук. На этапах строительства будет создано полторы тысячи рабочих мест, а после ввода комплекса в эксплуатацию откроют почти 200 вакансий. Нам нужен этот проект. Появится работа. Сельская молодежь сейчас сидит без дела. Если начнется строительство гостиницы, для нас, местных жителей, это возможность нового заработка. Школьница из Мангоставской области создает анимационные видео по мотивам казахских произведений. Работы Азиза Нурланхаза уже отмечены несколькими наградами на различных конкурсах. С творчеством юного мультипликатора познакомилась и наш корреспондент. Тамара Степанова. Эта работа — гордость юной Азизы Нурланхазы. На одном из конкурсов жюри присудило ей второе место за анимацию одной из ПМ Мукакали Макатаева. Персонажи Азиза сначала пишет на бумаге карандашами, затем переносит в планшет. Там она их раскрашивает и с помощью графических программ герои начинают оживать. С детства меня восхищают японские мультипликаторы. Они очень креативные. Я тоже хочу делать подобные интересные работы. Хочу повышать качество казахстанских мультфильмов и выводить их на мировой уровень. Буду возрождать забытые казахские сказки и делать по их мотивам мультфильмы. В селе Акшукур девятиклассница славится необычными работами, отражающими народные сказки, былины и эпосы. Стать мультипликатором Азиза решила несколько лет назад. Родители заметили тягу дочери к искусству и купили ей планшет. Все свободное время Азиза проводит в кружке по изобразительному искусству. Она очень талантливая, делает хорошие работы. Герои народных сказок и предания живают у нее на компьютере. Кроме этого на мольберте она пишет прекрасные натюрморты. Портреты друзей, учителей и родных. Азиза разносторонний подросток. Одним из ее увлечений является игра на кабызе. Кстати, иногда музыкальное оформление для мультфильмов девочка делает сама, записывая свою игру на диктофон. Тамара Степанова, Ринат Дусалиев, Мангостауская область, Хабар-24. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова